Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Павел Евгеньевич. Русский вперед, в передаче «Родная земля», «Великая Россия», «Святая Русь», «С народом России», «Бог». А можно я помню еще? Конечно. За сильную и справедливую Россию, за русский народ, и почему от кулак все время? Кулак, когда мы, народ, сплочены, это в единственной силе сплочение успехов. Пока мы не создадим вот этот кулак, и нами будут управлять и эти ЛГБД, и предатели, иностранные агенты, которые работают на то. И я хотел бы, знаете, что еще уместно будет к этому сказать, вот спрашивают еврею у русского. Скажи, а что ты думаешь о нас, евреях? А русский говорит то же, что и вы о нас думаете. Так ты, говорит, сепаратист. Ну да, так и есть. Поэтому я считаю, что Россия, она для русского народа, для советского народа, для многонационального народа, который проживает на территории Советского Союза и России в частности. И как бы нам тут приходят гонцы, умники они, и говорят, что нам с Волковым еще там нашим ребятам, которые у нас в коллективе, нашим коллегам, друзьям, что после выборов у вас будут опять обыски. И вами займутся вплотную. Да не вопрос. Занимайтесь, но на основании закона. Потому что в противном случае мы тоже будем заниматься на основании законов. Ну и второе, вы все правильно сказали, да. Я, кстати, добавлю и вопрос. Знаете, какой я хотел ставить? В предыдущей серии мы как раз оговорили о том, что вилами по воде. То есть вот как раз об этом и вопрос. Вот сегодня многие, причем и будем так говорить, не буду называть имен, даже бывшие серьезные лидеры, они говорят, все, что вы делаете, это вилами по воде. Раз. Второе, то, что вы сказали, это вас там скоро посадят. И третье, молодежь и народ за вами не идет. Он идет, я говорю, за кем народ идет? Молодежь, посмотрите, чего хочет молодежь. Она хочет комфортной жизни, она хочет там жвачки, она хочет хорошо одеваться и хорошо развлекаться. И зарабатывать большие деньги. Вот что скажете? Не соглашусь. А как? Разная молодежь. Во-первых, давайте мы скажем так, что молодежь, я бы не хотел бы делить с этим молодежь на стариков, рабочих, кого-то, что-то. Вот есть просто человеческий факт. У каждого человека, вне зависимости от возраста и взаимомого положения, есть свои виды, взгляды и требования к жизни. Я вот, например, знаю очень много людей, вот честно говорю, не то, что я тут хвастаюсь, много ребят, даже, скажем, ровесники моих детей. Это кому уже за 30. И они говорят о том, что уже сами устали от этой жизни, потому что они не видят перспектив никаких. Любой хочет жить нормально, я тоже хочу нормально жить. Я считаю, что я отработал 46 лет, и я имею право на отдых, на пенсию, точнее. И позволить себе, потому что меня душили, и сейчас даже душа. Ну, сейчас у нас не просто душа. Нет, я говорю про налоги, да, про износы. Нас обдирают, у нас деньги сперли, которые были обеспечены. Обесценивают нашу жизнь. Обеспечены золотом, да. То есть вот эта вот хмырня эта вся, которая бежит к власти, стремится эти лизоблюды, да, вот эти вот раболепствуют там перед своими начальниками для того, чтобы стать выше. Продвинуться. Да, но я не хочу их обсуждать, это пусть будет на их совести, к всему свое время придет. И с нас спросят, и с них спросят, с каждого. Относительно того, что молодежь хочет, да что мы, молодежь хочет то же самое, что и мы с вами в их возрасте хотели. Мы хотели жилье, машины хотели. Любимую жену хотели семью, чтобы у нас отпуск был, мы могли поехать отдохнуть на море или куда-то на экскурсию, чтобы мы не нуждались, чтобы у нас не болела голова, где брать деньги или еще что-то. На сегодняшний день получается так, что власть, которая 30 лет управляет государством, ничем не обеспечила будущее нашим детям. Более того, она наоборот психологически постоянно давит. И, ну, знаете, я бы... Я бы назвал одним словом геноцид просто, самый настоящий. Я об этом с 2015 года говорю, что конкретно в Севастополе идет геноцид. Но вопрос теперь в другом. Мы пытаемся достучаться до президента, а между президентом и народом существуют советники. Как называемые руководители. Администрация президента, которая представляет и преследует совершенно определенные цели, которые не совпадают с целью народа. Поэтому все, чтобы не в зависимости от возраста и занимаемого положения не отправлялась на имя президента, то президента не доходит. Поэтому молодежь, она тоже видит это все. Она же думающая. Там же не все на вейпах сидят, не все же деградированы. Лучше ребят, которые действительно сегодня могут поднять страну своими идеями, изобретениями, своим патриотизмом. Его надо просто направить на нужное русло. А если мы будем использовать таких... Я даже не знаю, я не хочу людей, но молодая гвардия была, да, тут возглавлял какой-то там, который слинял. Куда-то уехал вообще. Бабки наворовал, да, там еще, по-моему, наши я читал. Или, например, есть у нас вот такой мой тезка, которого в Запорожье отправили, потом в Запорожье сюда грязными выборами занимается. Вот это мы вместе и все остальное. Вот. А там нету патриотизма, реально нету патриотизма, понимаете, в чем дело. Более того, посмотрите. Ну, это отдельный разговор. Я бы хотел сказать так. Мы, вы же сказали, что мы там, за нами никто не идет. А мы не пытаемся за собой кого-то вести, мы пытаемся донести. Достучаться. Наша роль, наша роль сегодня, идти в диалог с вами, с населением, да, с простыми людьми. То есть мы выражаем, высказываем свое мнение. Мы пытаемся отстаивать Севастополь и севастопольцев, интересы города и интересы жителей города. Потому что идет воровство, и вы все это видите. И я бы попросил потом, Павел Агентин, чтобы мы отдельной строкой, как говорится, обсудили вопрос, доклад губернатора. Мы это в следующей серии сделаем. Чтобы мы по каждому пункту прошли. Если кто-то не понимает и ходит в розовых очках, чтобы он реально понял, что происходит. Что воздушный пузырь, мыльный пузырь. И я вам просто сейчас приведу пример. Нам докладывал министр обороны, бывший, что у нас все четко. У нас военные роботы есть, у нас техника офигенная, все остальное. И коснулось СССР, мы с вами увидели, что это просто мыльный пузырь и триллионы рублей, которые платим мы, налогоплательщики, уходили через правительство Министерства обороны, для того, чтобы определенная группа высоких военно-начальников наслаждалась жизнью, набивала себе карман, приобретая там замки, мамки и все остальное. Вот я бы сказал, вот так. Сергей Анатольевич, самое главное, о чем мы хотим в ролике донести, чтобы у людей не складывалось такое впечатление, что все, что мы делаем, это вилами поводня. Нет, мне не нравится это вилы на воде. Ну, тем не менее, для людей понятно. Дон Кихот, что мы с ветряными мельницами, ребята, никаких вилл нет. На воде тоже мы вилами поводили, там не можно. Можно вычеркнуть море. Вилами можно либо бить, и золоту не помрешь. Мы не дон Кихоты, мы не воем с этими ветряными мельницами, потому что за каждой ветряной мельницей стоит чиновник. И не просто чиновник, а чиновники определенной структуры власти. Многие сейчас скажут, скажи, система. Вы знаете, я не соглашусь, что это система. Почему? Потому что, опять же, что такое система? Систему создают люди, чиновники. В определенной степени в каждом направлении система одна. Понятно, да. Понимаете, да? У одного там 10%, а в другой системе 30%. Ну, я так сравнительно говорю, неутвердительно. Поэтому тут, может быть, даже система. Но, во всяком случае, я систему не вижу. Систему – это неодушевленный предмет. Но я вижу представителей этих структур власти, которые над нами просто смеются, нас грабят, над нами зеваются, воруют у нас деньги, убивают наши ресурсы. Я имею в виду и человеческие, и природные ресурсы. Торгуют, то есть, превратили страну уже в барыжничество. Даже как Севастополь сегодня, вот честно говорю, я за свои слова отвечу, что у меня такое впечатление, что Севастополь сегодня ООО. Ну, в принципе, да. Сергей Анатольевич, я хочу в завершении нашего ролика сказать, что вот за 10 лет фактически активной, так сказать, деятельности, связанной в Севастополе, связанной с защитой Севастополя, интересов севастопольцев. Вот, прихожу к такому выводу, что сегодня три основные кита, будем так сказать, на которых должно строиться государство, это образование, здравоохранение и культура. Ну, это отдельный вопрос. И культура. Мы потом этот вопрос поднимем, и конкретно по каждому пункту пройдемся. Сергей Анатольевич, вам спасибо. То, что мы делаем и делает наше общественное движение, очень многие люди благодарят на улице, и даже везде, где я нахожусь, прихожу в магазин, люди благодарят, там благодарят, и говорят, молодцы, что вы это делаете, хотя бы вы об этом говорите. Я рад, что вам об этом говорят. А вам нет, да. Нет, у меня было только... Значит, я более контактный получается, да. Нет, я не претендую и не завидую. Я просто рассказываю так, как есть. И те, кто вас сегодня видит то, о чем мы говорим, это все правда. И я даже и хочу что сказать, что в какое-то время я осознал и понял, что правда – это основа нашей жизни. Без правды никуда не пойдешь. И если человек говорит правдивые слова, они всегда доходят и ложатся на душу ровно и легко. Спасибо. Нашим зрителям огромное спасибо. Спасибо.